Стены трещат по швам, потолок осыпается. Не дом, а руины. Правда, жилые. Сырость тут, ужасная сырость. Дышать тут вообще очень тяжело. А во время дождей, ну это буквально потоп. Ну что на улице идет дождь, что вот здесь. Мы расставляем здесь, 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 здесь. Елена Посысаева больше 20 лет живет на Тюленина. Дом на двух хозяев. Сосед на своей части крышу давно укрепил, сделал ремонт. А у женщины маленькая пенсия, которая уходит на здоровье. Болят ноги. Сын в командировках ездит, так он себя лучше чувствует там, когда уезжает из дома. Вот приезжает и начинает задыхаться у нас матик. Ну а я, естественно, потихоньку болею, болею, болею. Очень тревожит, но поскольку сделать я больше ничего не могу, как только зарабатывать деньги, чтобы хотя бы мы прожили на мою зарплату. Больше у меня вариантов никаких нет. Женщина два года пишет письма в мэрию с просьбой о помощи. Ну чтобы как-то помогли мне вот в этом вопросе-то. Либо с ремонтом, как-то какие-то деньги выделили. Если произойдет обрушение вот этой стены, которая туда уже поехала, это значит перекроет им выход и вход. И не дай бог там дети вот пробегают в этот момент будут. То есть я и несу прямую угрозу и соседям. Масштаб трагедий, связанных с ветхостью частных домов, растет. В июле этого года потолок почти в столетнем строении обрушился на пенсионерку с внуком. После ЧАЭС соседям выплатили компенсацию 150 тысяч рублей. Сейчас люди пытаются забыть о случившемся и отстроить новый дом. Когда покупали, мы пришли, там просто все к гипсокартонам было все зашито внутри. Когда сняли, конечно, уже снулись, там вообще что-то всем-то было. Ну и начали, мы начали оттуда перестраивать. Как бы если бы не трагедия, мы бы и в этом году как бы не тронули дом. Мы его не трогаем, потому что если там что-то тронуть, он там сыпется и валится. Тем временем в городе множество частных домов, проживание в которых уже опасно. Ветхие стены и хрупкая крыша, а ведь внутри кипит жизнь. А горожанам, которые живут в Нагорной части на берегах Аби, еще опаснее. На месте старых обвалов уже стоят руины. Начиная с Гвардейской, это как бы еще нормальная зона, а там уже ополосневая зона, там просто люди уезжают, дома бросают. Сначала была трещина, да, люди как бы внимания не обращали на нее. Может быть обращали, да, а потом в один прекрасный момент эта трещина ушла туда. Тем временем 12 частных домов Барнаула за год признали аварийными. Мы запросили в администрации критерии, по которым дом может стать непригодным для жилья. Причин не так уж и мало. Например, доказанные вибрации, излучение или зараженность почвы, а также техногенные аварии, расположение на земле, прилегающей к линии электропередач переменного тока, в зоне оползней или селевых потоков. Причин для признания дома аварийным меньше. Изменение окружающей среды или физический износ в результате эксплуатации или ЧАЭС. За уточнениями мы обратились к строительно-техническому эксперту. По словам специалиста, 65% износа дома уже причина признать его ветхим, а 80% аварийным. А затем мы показали ему видео квартиры Елены. Здесь уже состояние аварийное. Видите, помимо дырок и все такое, есть гнилостные образования непосредственно на потолке. Соответственно, этот потолок может в любое время рухнуть. На свое обращение женщина получила ответ от руки, без печати и подписи. В нем власти рекомендуют нанять эксперта для оценки жилья, чтобы признать его аварийным. Нам подтвердили, что подобное заключение в городскую комиссию предоставляет сам собственник. Но услуга такого специалиста стоит больше 35 тысяч. Найдет ли Елена такие деньги? Мария Мацаева, Алексей Фризин, Вадим Быстревский. День с толком.